В первом же магазине в жилом доме по улице Трудовой ребятам продали пиво и даже выписали товарный чек. В этот магазин активисты-антидилеры наведываются не первый раз. До этого дело ограничивалось разъяснительной беседой и предупреждением. Но так как магазин продолжает отпускать алкоголь после 11, принимаются меры посерьезнее. Мы сейчас провели контрольную закупку алкоголя после 23 часов. Нам продали алкоголь, у нас все снято на камеру, с нами находится телевидение. Есть свидетели принятые. Нам нужен наряд для оформления потоков. Полиция приехала за минуты. Ребята вводят сотрудника в курс дела. Вы продавали вообще эти дела? Да, продавали. Я что-то говорю, я первый день работаю, я не знала, нельзя было. Ну это не обголвать. Собираетесь и едет все в эту полицию. До составления материала. Согласно кодексу РФ об административных нарушениях, на юридическое лицо налагается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Просто суть в том, что такие палатки постоянно меняют продавцов. То есть одного оштрафовали, они его уволили, сразу взяли другого. Потому что если будет рецидив, то есть несколько раз подряд один тоже продается, продает, то это уже уголовная статья. В другом магазине, на Московском проспекте в Пушкино, ребятам снова продают спиртное. Однако на этот раз полиция не приехала, а магазин закрылся сначала на учет, а потом насовсем. В понедельник мы поехали в прокуратуру, написали заявление, приложили чек и видеозапись. То есть дальше этим магазином будет заниматься прокуратура. Это первый такой факт, который мы отправили в прокуратуру. До этого все с сотрудниками полиции получалось, всех оформляли уже на месте. На подобные рейды активисты здорового образа жизни ездят каждую неделю. Общественная организация «Антидилер» существует в Ивантеевке 7 месяцев, а всероссийскому антинаркотическому движению уже 2 года. Молодежь тянется к нам, им интересно с нами выходить в такие рейды. И это будет лучше, чем они где-то в подъездах, там тоже самое будет пиво пить или употреблять наркотики. Лучше заниматься спортом. У нас предоставляется спортивный зал для всех наших активистов, бесплатный тренер. За три часа активисты успели посетить два магазина и составить вместе с полицией один административный протокол.